Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся на территории нашего региона и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. Дома горят. В Брасовском районе сразу две жертвы. Ровесник Победы. Дом на улице Калинина признали аварийным. Студенческий десант. Что это? Об этом в рубрике МВД-32. Угроза экологии. С начала года ввели штрафы за выброшенный в общий контейнер старые лампы. В Брянске продолжается пожароопасный период. Горят дома. Иногда огонь забирает и человеческие жертвы. Двое погибли при пожаре в жилом доме в Брасовском районе. Трагедия случилась ночью. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 2 часа 35 минут. В ночь на 22 января в поселке Воронов лог загорелся частный дом. К прибытию спасателей строение было полностью объято огнем. Спастись у находившихся внутри 45-летней женщины и 5-летнего мальчика шансов не было. При разборе строительных конструкций на месте пожара обнаружены погибшие женщины и ее ребенок. По данному факту в настоящее время проводится проверка. На тушении работали два пожарных ручных ствола звено газодымозащитной службы. В 2.57 пожар был локализован. Главное управление МЧС России по Брянской области обращается к жителям и гостям региона. В очередной раз напоминаю о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту. Будьте осторожны с огнем, в том числе при курении. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Не оставляйте их одних без присмотра, особенно в ночное время. Разъясните им порядок действий в случае возникновения пожара, а также правила безопасного поведения. Соблюдайте правила пожарной безопасности и помните, пожар легче предупредить, чем потушить. В Дядьковском районе полицейские обнаружили и изъяли самодельное оружие, которое вместе с боеприпасами хранил у себя дома местный житель. Находки стражи порядка отправили на экспертизу. 58-летний хозяин задержан. В отделе полиции он пояснил, что нашел пакет с пистолетом прямо около мусорного бака. Пошел в лес, а тут и патроны к нему. Решил все оставить себе. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. А вот находки в виде авиабомб абсолютно реальные и нередкие в партизанском крае. Часто их обнаруживают при строительстве новых домов. В район старого аэропорта снова прибыли спасатели. К счастью, они изъяли и обезвредили авиабомбы времен войны. Обвинение в покушении на создание экстремистского сообщества предъявлено брянскими следователями жителю нашего региона. По данному делу задержан 18-летний житель Брянской области. Предварительно установлено, что в феврале 2020 года он составил план по созданию экстремистского сообщества, основной целью которого являлось совершение различных преступлений в отношении лиц других национальностей. Также подозреваемый разработал организационную структуру сообщества, распределив в нем обязанности между будущими членами. В период с февраля 2020 года по январь 2021 года подозреваемый посредством общения в социальных сетях и личного общения осуществлял подыскания, идейную обработку и вербовку лиц для включения их в состав создаваемого им экстремистского сообщества и совместного совершения преступлений по мотиву экстремизма. По независимым от подозреваемого обстоятельствам, его умысел по созданию экстремистского сообщества не был доведен до конца в связи с его задержанием оперативными сотрудниками органов государственной безопасности. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области. В настоящее время подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по ходатайству следователям судом в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под сражу. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается. Следственные органы Следственного комитета России по Брянской области напоминают, что за совершение данного преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. О других преступлениях и не только смотрите в нашей постоянной рубрике. Здравствуйте. Полицейскими установлены факты получения незаконного вознаграждения одним из работников госучреждения. По версии следствия, работник регионального государственного предприятия беспрепятственно принимал строительные объекты организации подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в рамках государственных заказов. Как установили полицейские, в период с июля по октябрь 2020 года подозреваемый за оказание общего покровительства, а также совершение действий в пользу подрядных организаций, выразившихся в беспрепятственной приемке работ, получил в качестве незаконного вознаграждения строительные материалы на сумму свыше 700 тысяч рублей, который впоследствии в целях легализации сбыл третьим лицам. На основании материалов, собранных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ОМВД, Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено три уголовных дела по статье получения взятки в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы и установление других эпизодов преступной деятельности задержанного. На минувшей неделе жертвами телефонных и сетевых мошенников стали 43 человека. Жители Брянской области пополнили счета злоумышленников более чем на 3 миллиона рублей. Как показывает статистика, активность телефонных мошенников остается высокой. В большинстве случаев телефонные мошенники представляли сотрудниками банков. Жертвы мошенничества добровольно передавали персональные данные неизвестному собеседнику, несмотря на предупреждение, которое содержится в самом сообщении. Также лжебанкиры нередко предлагают собеседнику перевести свои сбережения с уязвимого на безопасный банковский счет. В результате со счетов 27 потерпевших пропали 3 миллиона 207 тысяч рублей. Установлены факты мошенничества, связанные с размещением объявлений на специализированных сайтах. Обманутые граждане проявляли беспечность, оплачивая покупки без гарантии их получения и представляли злоумышленникам доступ к своим банковским счетам. Так в полицию обратился 29-летний житель Фокинского района Брянска, желавший приобрести кухонный гарнитур. Мужчина перевел запрошенное в качестве аванса 25 тысяч рублей, но доставки товара так и не дождался. Продавец также перестал выходить на связь. При схожих обстоятельствах 48-летний житель Советского района внес предоплату за покупку автомобиля и лишился 20 тысяч рублей. Полиция призывает граждан к бдительности. Ситуацию с потерей сбережений можно предотвратить, соблюдая несложные правила. Не сообщать незнакомцам данные своих карт, не выполнять действия с банкоматом, результат которых вам неизвестен, не выполнять указания телефонных и сетевых собеседников, кем бы они ни представлялись. В Брянске завершилась ежегодная акция «Студенческий десант». Подполковник внутренней службы Марина Алимова рассказала о взаимодействии сотрудников полиции и представителей гражданского общества добровольных помощников стражей порядка. Она предложила ребятам попробовать свои силы в подготовке онлайн-репортажей о мероприятиях. Основная цель акции «Студенческий десант» – ознакомление ребят-студентов со спецификой работы подразделений полиции «Популяризация профессии полицейского», что, возможно, повлияет на дальнейший выбор их жизненного, профессионального пути, чему мы, сотрудники полиции, я и мои коллеги, будем очень рады. Нам нужны молодые, энергичные, грамотные люди. Народные дружинники, облаченные в светоотражающие и форменные жилеты, рассказали ребятам об основных направлениях деятельности общественной организации, а также о различных ситуациях, с которыми столкнулись, помогая сотрудникам полиции нести службу по охране общественного порядка. Люди даже не знают, особенно молодежь, не знают о том, насколько важна эта профессия. Думаю, что это сейчас теряется. Вот эта вот ниточка доброты, которую оказывают на самом деле органы полиции и деятели некоммерческих организаций. Я думаю, это важно, об этом нужно говорить, нужно рассказывать и непосредственно именно молодежи. Завершая акцию, студенческий десант, сотрудники Брянской полиции приложили усилия, чтобы ее в финальный день был ярким и запоминающимся. Студентов собрали в культурном центре ОМВД, где им рассказали о бережном отношении сотрудников полиции к историческому наследию, что подтверждается фактом существования Музея истории органов внутренних дел Брянской области. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи на телеканале «Брянская губерния». Брянские активисты ОНФ требуют расселить жильцов дома номер 75 на улице Калинина. Двухэтажное общежитие построили еще в 1945-м. И сейчас дом представляет опасность для жильцов. Он буквально расползается из-за образовавшихся трещин в стенах. Потолки покрыты водяными разводами, деревянные полы давно сгнили. В конце 2017 года дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции. Но в региональную программу расселения он не вошел, так как по федеральному закону в нее включены дома, признанные аварийными, до 1 января 2017 года. Выходит, что войти в программу переселения из аварийного жилья дом может только после 2025 года. Однако жильцы опасаются, что дом не выдержит еще пяти лет. Активисты ОНФ предлагают найти способ как можно скорее предоставить жильцам дома номер 75 квартиры надлежащего качества. На очереди наша традиционная рубрика. Могут ли приставы удерживать денежные средства с социальной пенсии? С 1 июня 2020 года вступил в силу закон, защищающий граждан от обращения взысканий на социальные пособия в исполнительном производстве. К ним относятся денежные суммы, выплачиваемые, возмещение вреда, причиненного здоровью, компенсационные и единовременные выплаты, алименты, выплаты в связи с рождением ребенка, пенсии по случаю потери кормильца, социальные пособия и другие. С 1 июня работодатель выплачивает гражданину зарплату или иные доходы, которые не могут быть удержаны. Обязан указывать в расчетных документах специальный код вида дохода и сумму, взысканную по исполнительному документу. Банк должен производить расчет суммы денежных средств, на которые обращается взыскание, учитывая установленные ограничения и запреты. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области сообщил о введении нового штрафа. За выброшенную в общий контейнер использованную лампу суд может выписать штраф до 250 тысяч рублей. Новые правила вступили в силу с 1 января этого года. За их несоблюдение граждане будут оштрафованы на 2 тысячи рублей, для должностных лиц штраф составит 30 тысяч рублей, юрлиц суд может заставить оплатить до 250 тысяч рублей. Только не нужно, пожалуйста, начинать размышлять. А как об этом узнают? А кто докажет, что это я? Лучше вдумайтесь. Лампы, в том числе энергосберегающие, относятся к первому, самому высокому по степени загрязнения классу отходов. Сдавая ртутные и люминесцентные лампы в правильную переработку, вы не только заботитесь о своем здоровье и здоровье окружающих, но и помогаете природе. К слову, брянские чиновники озаботились проблемой утилизации энергосберегающих лампочек и обязали управляющие компании ЖКХ организовать пункты приема. В Брянске их довольно много. Если управляющая компания отказывается принимать подобные отходы, жалуйтесь в Управление по благоустройству города и экологии города Брянска. По телефону 66 14 35. И на сегодня это все. Цените свою безопасность, как самое главное ваше право. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!